Мы упорно сражались за каждый клочок земли. И примерно месяца полтора назад батальоном террора взята была одна из стратегических высот. Она называлась среди ВСУ Макдональдсом, потому что именно по географическому расположению, скажем так. Белорусы открыли Макдональдс, соответственно, открыли дорогу через реку Ингулец для накопления наших войск на правом берегу Ингульца. И, соответственно, потом мы уже дальше погнали, не знаю, как назвать цензурно-российские орды. Да. Вот, получается, белорусы как бы стали предпричиной? Предтечей. В целом можно назвать... Конечно же, не надо говорить о том, что это только наша заслуга. Тем более, что мы маленький батальон на огромном секторе степей, которые действительно такие степи смерти. Здесь на каждом квадрате, повторюсь, просто все усеяно было железом от снарядов и трупами. С телами как наших повратимов, так и врагов. Но именно стратегически, да, действительно, эта высота сыграла огромную роль для накопления сил на правом берегу Ингульца, что развило успех, и, соответственно, мы смогли дальше развивать его и перекинуть врага на левый берег Днепра. Понятно. Понятно. То есть, когда говорят, что без сопротивления вошли, это бред и чушь, правильно? Ну, в Херсон, я имею в виду. Совершенный бред, конечно, да. Враг прощупывал каждый день с боем, и мы прощупывали каждый день с боем. Кто, кого может на каком участке на секторе фронта одолеть совершенно, как бы, бескомпромиссно сражались. Поэтому они просто сдали назад. Сдали, просто побежав, рассеяв свои строя, только потому, что мы их сломали как физически, так и морально. Сильнее оказались. Вот давайте просто сильнее. Все. Так? Да, именно так. А там уже мобики были, так называемые, в деле? Это мобилизованные, новые? Или там как-то регулярная армия, которая вот до этого еще вошла и стояла? Это, еще раз повторюсь, одно из важных стратегических направлений для армии РФ было. Поэтому с мобиками мы пересекались, но в основном с их телами. То есть выживших мобиков было минимум. Это когда какое-нибудь пьяное тело просто приходило, запутавшись там в ориентирах нашей позиции, проверить обстановку. Ну, то есть какие-то такие казусные ситуации. А так, в целом, они являются абсолютно расходным материалом как для нас, так и для российской армии. В основном те, с кем пересекался наш батальон, это были те, скажем, тот костяк ЧВК Вагнера, которые там прошли многие конфликты, бандформирование, назовем их так. 76-я, псковская дивизия десанта, те самые псковские десантники, которые еще с 1-й чеченской пытаются поработить свободные народы. Можно много перечислять, весна с ГРУ. Матерые бандиты такие, да? Которое сюда было нацянуто, и мы периодически с ними сражались, ну, просто за каждый клочок земли. Но вы говорите, что мобики там уже лежат. То есть, получается, их туда засылают потихонечку все равно? Засылают, да, и, ну, это участь рабов. У них самая печальная участь, они обычно стоят на передовых позициях. Просто, скажем так, такая разведка мясом, которую проводит Российская Федерация, загоняя этих безвольных просто существ на убой. Не жалко? Они периодически пытаются сдаться. Мне их не жалко, это участь рабов. Они сами выбрали себе такой путь. Те, кто из так называемых ЛДНР, они, собственно, сами приняли эти правила игры и назначили себя на участь рабов. А граждане России, которые с молчаливого согласия поддерживали оккупацию Крыма, оккупацию Донбасса и далее ту террористическую военную операцию, которую проводят Российские Федерации на территории Украины. Соответственно, тоже то, что их сейчас мобилизует, это следствие их молчаливого согласия. Понятно, понятно. Слушайте, а вот говорят в российской пропаганде, в белорусской, что вот эти все кадры с радостными жителями Херсона, это все массовки, там подстроено все. Вы лично встречались вот с людьми, которые со слезами счастья вас встречали, да? Может, у вас есть пару-тройку историй, которые ваше суровое сердце растопили? Не знаю. Ну, они слишком сентиментальны, я бы сильно не вдавался в подробности. На самом деле, конечно, эти слезы, они обоюдны. Особенно, когда ты встречаешь людей, которые помогали все это время давая информацию, корректируя нас, помогая нам работать, в том числе, в тылу противника, и потом увидеть этих людей, обнять их, конечно, очень приятно. Ситуация в одном из сел меня очень поразила, удивила. Мы зашли в село Львово, это уже у Днепра село. Нас встречали с цветами, со слезами на глазах. Одна из женщин, которая нас встречала, оказалась белорусской. Привет. Ребята с этого села сразу узнали, говорят, а вы белорусы? Мы говорим, да, как вы узнали? Они говорят, да про вас писали в газетах. Мы говорим, в каких газетах? Ну, в пропагандистских. То есть о нас достаточно много пишут пропагандисты наших врагов. Даже меньше, чем в наших СМИ иногда. Обидно? Да нет, не обидно. Вполне понятно. Понятно. Слушайте, ну вот если так, вы говорите, что помогают местные, да, с ориентировками и так далее, местное население. Если взять там вот условно победа, это 100%. Помощь местных, это какой процент для вас в этой победе? Ну, это оперативная информация, это первое, от чего отталкивается разведка, соответственно. Ну, это, грубо говоря, фундамент. Или даже чертеж фундамента, соответственно. Я не знаю, в процентном соотношении, но, наверное, процентов 30 как минимум. Это как минимум, потому что мы знаем наперед иногда просто о всех действиях врага. Несмотря на то, что, естественно, нам помогают не профессиональные военные, а обычные мирные жители. Но то, как они докладывают, иногда прям с таким самопожертвованием, когда владелец фермы говорит, на мою ферму загнали три танка, разнесите их. Хрен с ней, с этой фермой, как бы. Скорее бы уже нас освободили. Ну, например, такие моменты. Вчера заезжали в село Александровку. Сфотографировался там на башне танка, которую как раз скорректировали мы по данным местных жителей. Ну, понятно, понятно. Вот вы сказали, что не хотели бы там вдаваться в подробности сразу, да? Потому что слишком уж это сентиментальные истории. Я не верю, что... Вот сейчас наши зрители видят ваше фото. Я не верю, что вы вот сейчас, как бы, когда вы полностью мобилизованы, когда вы на войне, вы тоже плакали, да? Нет, конечно. Все, ответ засчитывается. Ответ засчитывается. Последний вопрос, Родион, такой. Сейчас многие говорят о переговорах, да? Вот как-то вот отступили русские, и вот они еще чуть-чуть отойдут. И все, давайте заключать мир. Ну, и как бы, ну, и Запад скажет, пора уже, хорош, короче говоря. Вот если это все-таки произойдет, если политики пойдут на это, вас это оскорбит? Вы будете чувствовать это как предательство какое-то, да? Поскольку полностью территории не освобождены, а вы отдавали жизни свои за это? Или все-таки вы тоже считаете, что можно? Нет, я не почувствую предательство, потому что если человек заведомо уже говорит об этом, он уже предатель. Я уже не первый год на этой войне. Не больше война за Украину, точнее не только война за Украину, но также война за свободу Беларуси. Надо понимать, что сейчас Россия это уже рабская страна, да, страна рабов. Наша страна Беларусь, она оккупирована. Ну, а Украина сражается за свободу. Если мы освободим Украину, мы сможем сражаться за свободу Беларуси. И мы сейчас по факту уже сражаемся за нее. Если же мы проиграем войну в Украине, то мы переведем статус оккупированной Беларуси в страну рабов. Поэтому для меня это принципиальный момент, и мне плевать, что говорят политики, я буду сражаться законно, незаконно, по каким-то там конвенциям, в любом случае до конца, пока победа не будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова